В Самаре прошла военно-спортивная игра «Зарниц» уже восьмой раз. Юные патриоты выясняют, кто быстрее разбирает автомат, а кто четче марширует с троевым шагом. Почему школьникам так важно знать военное дело с ранних лет, узнал Антон Вашурин. Команда 108-й школы уверенно проходит все этапы «Зарницы». Быстрее всех надевает ременно-плечевую систему. Это новый этап соревнования. А один из участников коллектива имеет лучшее время в личном зачете сборки и разборки автомата. Такая прыть этих юных патриотов неудивительна. Они победители прошлогоднего областного этапа военной игры и на этот раз хотят повторить свой успех как минимум на городском уровне. Да, сегодня мы настроены побеждать всей командой. Естественно, разборка автомата Калашникова мне нравится, а также вот РПС новое испытание для нас, для всех. То есть первый год, и вот оно тоже достаточно интересное. Но конкуренты настроены не менее серьезно. В игре участвуют 9 лучших команд Самары, которые выиграли районные этапы. Многие соревнуются уже не в первый раз. Девушек не меньше, чем юношей. И каждый так или иначе хочет связать свою жизнь с военным делом. Отлично. Всегда, ну вообще мне нравятся все военные вот эти мероприятия, интересные. Молодежь должна привлекаться в военные игры, то есть чтобы знать, как это все происходит. Зорница проходит уже в восьмой раз. По всему региону в соревновании участвуют более 40 тысяч юных патриотов. А из лучших знатоков военного дела формируется команда, которая будет представлять Самарскую область на Всероссийских играх. Часть тех детей, которые сегодня здесь займут первые места, будут рассматриваться как участники в военно-спортивной игре «Победа», которая будет в Москве, это Всероссийская игра. То есть мы, когда проводим Зорницу, мы постоянно отслеживаем лучших, с тем, чтобы потом из них формировалась команда для участия в каких-то региональных, серьезных или федеральных играх. Команды, занявшие сегодня первое место, через месяц отправятся на областной этап Зорницы. В нем примут участие 12 команд победителей городских и районных этапов со всего региона. Антон Вашурин, Сергей Костин. Новости губернии.